Здравствуйте, уважаемый Валерий Константинович, отправляю вам фото вашего персика Хасанского и абрикоса сына Манджирского 2. Так, сына Манджирского 2. Ага, все правильно. Так, персик 1 по отношению 5 год. На 5 год. Это почему так поздно? Он может быть не привит. На второй год обычно я показывал как-то 13 плодов, правда на волосы и вишни. На второй год получилось так у Сергея. У меня обычно на второй год привитый и на третий год не привитый. А у него пятый. Ну и ладно. Так, скорее всего он был не привитый. Абрикос тоже пятый год. Были плоды, но облетели из-за обильных холодных дождей в Подмосковье. Все как у меня. Когда плоды созряют, я извешу с фотографией и вышлю вам. Очень, Лариса, надеюсь на вас. Ну давайте посмотрим фотографию. Во-первых, абрикос. Я когда на него гляжу, да, это же Подмосковье. Так, я ничего не напутал. А Чеховская, да. Вот. Я вспоминаю, как я два дня, когда меня с трибуны согнали, а билеты-то еще были куплены не сразу. Когда с трибуны меня рот заткнули, сказали, ну просто заткнули. Я вылез с критикой. Вот все, что я вам рассказываю, я там хотел рассказать. За 15 минут. Так. И я там шарился как. Смотрите. Глинистая почва была совершенно глина. Вода чапкала. Дожди частые. И хорошо себя чувствовали. Только достаточно хорошо. На мой взгляд. Вишни и эти самые. Алыча. Вишни и алыча. Да, алыча. И все. Ну еще сливы немножко. Так, более-менее. А остальное. Я обнаружил две волочные вишни больные, несчастные и плоды размером, посмотрите на свой ноготь на мизинце. Это раз. Я увидел абрикос. Постарше этого. Это был пятый год, получается. Постарше этого. Вот такой штаб уже вот такой был. Он был весь забинтованный, несчастный. И на нем было три или четыре ягодки. Вот такие, понятно. Вот так. Такой полудикий. Непривитый явно. И это на всю округу. Сколько я там не лазил. А у вас уже вроде бы лучше. Вроде бы лучше. Мне даже хочется верить что-то. Холм. Хочется верить, да. А вот смотрим персик. Ну, здесь плохо плоды видно. Вот они, вот они, вот они, вот они. Ну, душа радуется. Смотрим сюда. Радуется душа. Будем ждать чуда. Ну, в общем, Сергей вас не подвел. Другое дело, что это явно... Это самое... На пятый год, скорее всего, он был непривитый. А бывает и так, что не хочется плодоности. Всё. Вот. И теперь вот эта вот фотография, да. Это теплица. Я говорю, почему? Персик может с серёжки, может мой с косточки, может... Вот сейчас даже не помню. Ну, не помню я. Но я сразу говорю, ребята, это у вас, того, кто прислал фотографию. Это ловушка. Вот мой ответ был. Вот такая человеку. Я считаю, что теплица, надо писать, ваша теплица, губит персики. Непродуваемая и просто негодящаяся. Моя теплица всю зиму простояла с открытой дверью и двадцатью фортиками. А в целом у меня самого нет такого опыта. То есть моя первая попытка к теплице вырастить. Сейчас они уже... К осени к теплице уже нельзя будет даже зайти. Потому что ветки прут. Но зимой здесь снег натаскан был. Здесь задача была простая. Ещё раз говорю. Вы губите персик. Теплица ваша не годится. У меня открытых два десятка форточек. Приглядите снимать. Форточки бесконечные. Вот тут все четыре или пять открыты. Дверь напротив открыта. Вот так вдоль и поперёк гуляют сквозняки. Мне надо было всего лишь... Почему? Я считаю, что моя задача... Я всего лишь хотел проверить, что если ушла мая в теплице, в нормальных условиях, как бы их назвать, в тепличных условиях, плоды получились необычайно огромными. А мая-то всю жизнь на морозе, на морозе, на морозе. Всю жизнь на грани вымирания. Всю жизнь. Уже было, что целиком поколение меняло. Хорошо заначка была в этих. Полносящие погибали. Правда, я их резал на черенки безбожные. И здесь у меня сейчас уже всё затягивает. К осени здесь всегда закипывать нельзя. Как я зимой... Пришла зима. Я просто рассуждал, поставил себе на место персик. Мне нужно было, если опять будет сроградца зима, было перед этим две. И мои персики чуть ли не померзали все. Вот так. Мне надо было уже спасать их в буквальном смысле. И хотя я их посадил в теплицу, мне нужно было всего лишь на 2-3 градуса сделать теплее. Ну, естественно, сквозьки меньше, значит, и нагрузка, назовём это напряжение такое ледовое, ледовое. Ну, чтобы не было ветров этих единых. Вот, кроме мороза они тоже сильно влияют. Ветровая нагрузка. И вот я всего лишь чуть-чуть сделал теплее. Всё раскрыто, всё продуваемо. Натаскан снег. Видите? И он до весны, до самой... А это я вам показывал и другие фотографии, уже весенние. Он так до весны, как там таял снег, так и тут таял. Одновременно. Вот это я понимаю. Всё насквозь. А здесь, зачем ему вот это вот... Ну, человек выбранил. Конечно, он сейчас не будет здесь брать нож и вырезать в этой теплице дыры. Но я как мог ответил. Эта теплица не годится. Точка. Вот примерно такая. И то я не знаю, что будет через год. Может, человек что-то умеет. Но пока болезни ни одно. Пятнышко? Дыр нет. Пятен нет. Ни одного. Всё прекрасно. Я вам показывал фотографии. Ещё покажу. Так. Сейчас колоточек чаю. Так. Ренат Татарстан. Здравствуйте, уважаемые ВК. Отсевели 23-25. 17-й год. Это так. 17-й, 16-й, 19-й. 20-й год. Четвёртый год пошёл. Зависть здесь практически на всех. О. И на сенцах, и на привитых. Привитые меньше. Обрезались при пересадке. Отстают от сенцов на год. По количеству и размеру лидируют Серафима, Литовская, ранее непривитые и байпривитые. О, как мне нужны плоды. Крупные плоды, чтобы получились непривитых. И байпривитый. Плодоносил в прошлом году. Эти деревья не пересаживались. Остались на месте школки. Здорово. На данный момент более двух метров. Привитые пересажены около полутора метров. И завязываем в них меньше два раза. Академия Курюма. Самый крупноплодный. Вопрос, влияет ли развитие дерева на размер плодов. Или летом довольный. Пока я открыл, пока я ему отвечал, он пишет. Это был 24 мая. А сколько прошло? Может быть неделя. Смотрите. На привитых плоды уже догнали, а некоторые перегнали. То есть, все стало на место. Привитые обгоняют. И к осени вот что у него будет. Вот поверьте, когда это самое, мне рассказывают про эти саженцы из питомника, я говорю, вот что будет. А когда саженцы из моей сеянцы или привитые, из моих костей, из моих сенков, я говорю, вот будет. Вот привитые уже точно будут. И что я на ответил? Жду фото плодов, точек, железов. И мне нужно, чтобы они привитые тоже были крупные. Я хочу, я об этом мечтаю. Этот случай-то этот необыкновенный. Необыкновенный. У меня было два случая, когда, вот, понимаете, в фильме есть. Вот стоит хозяйка, да. Вот моя абрикоса. Вот они уже выросли. Но они были моложе, они были крупнее. Они уже здоровенные деревья. У меня есть в фильмах, это все живьем. То есть, я прихожу, я беру интервью. Это все живые люди. Вы меня знаете, знаете, вы железа. Это чьи саженцы ваши? Это деревья. Когда она сказала, что я упустил момент, приехал бы, типа, годом раньше. У меня, говорит, вот такие были, эти самые, королевские. Я говорю, у меня королевские самые крупные, 8 грамм. Она говорит, нет такие. Я говорю, не может быть. Она мне вот такие. Это один случай. Но пусть это на грани фантастики. На ней-то че врать. А второй случай, рынок. Константинович, я вырастила, опять королевские. Прекрасные, говорят, эти самые. Плоды, все, я довольна. Но я, говорит, потом взяла и косточки посадила. И снова вырастила. Когда она мне сказала, что выросли вот такие с этого сеянца, у меня крыша поехала. Единственное, что я уже не мог. Мне надо было брать адрес. Мне надо было договариваться брать черепи. Я уже не мог. Все, я сдох. Я последнего ту пианиста срезал. У него там было необыкновенно крупное. Говорит, с ваших этих. Ну, то есть, получается, что если в моем саду 80 граммов королевского, это еще не значит, что это предел. А эти сеянцы, это вообще непонятно что. Ну, разве не интересно? Ладно. Разболтался, идем дальше. Итак. Привитые саленцы перегнали плоды на сеянца. А вот эту фотографию мне прислал Павел Николаевич. Проценка. Один из моих ближайших помощников. Он же автор книги. Кстати, книги никто не покупает. Одна-две недели. При том, что лучшего подарка для садоводов не найти. Но это ладно. Я вам этого не говорил. Теперь. Это его фотография. Он проводит. Он тоже выращивает. Я ему сказал. Павел Николаевич. Наша с вами еще одна. Как бы сообщница. Кузнецова. Катя. Челябинская. Я вам показывал. Помните? Саленцы. Уже вот такие плоды. Она, говорю, вас пока обогнала. Хотя она такой же компьютерщик. Замечательный. И, говорю, догоняйте. Потому, что это самое. В каждом районе должен быть свой железо. И вот он мне присылает фотографию. И вот он мне присылает фотографию. Она мне так нравится. Вот фотография. Видите? Вот они, косточки в стороночке. Они сами вылезли из земли. А почему я показываю. А почему я показываю. Внимание. Это я сделал неделю назад. Видите? Вот это семечки. Вот это семечки любовно собранные яблони. Их надо было продать до... Я бы имею в виду самые легкие на поращивание. Ну, как игруши. Да у меня вообще все легкие. Все легкие. Вот. Сколько я вам фотографий показал. Чуть не продал. Уже лезут. Прямо в холодильнике. Лезут и лезут. Вот, значит, это я достал недельку назад. Вытряхнул, сфотографировал. Вот. Вот так они вылазили. Вот эти. А все. Пока все. Я к чему говорю. Я говорю, что страшная ошибка. Страшная. Потому что у нас сегодня науки фактически садоводческой не существует. Потому что если один предатель, предательский сайт, чтобы продать эти же германские садоводческие, да, малины, неважно чего, абрикосы, которые умрут сто процентов, еще доказывают, что он будет на штамбе, вот штамп, представляете, и он будет плодоносить, и плодоносить, и плодоносить. И он будет весь покрыт абрикосами, персиками, сливами. А фотографии украдены у железа. Вот. Часть из них. И кто бы их, человек, у которого погоны есть, генеральские, там, доктор наук, там, этот самый, хватило бы даже должности, звания кандидата наук, уже авторитет какой-то. Потому что я фермер, все, высшее у меня звание. А что такое фермер? Лопата, тяпка, грабли. Ну, превысший нож. Вот что такое фермер. Друзья мои. Сейчас в каждом регионе, в каждом районе должен быть свой железо быть. Вот тут Катерина, а сейчас впереди планеты всей. У нее видно, что у него такие будут сердцы. Видно уже. Вот. За ней вот сейчас тянется этот самый. А он ее еще в следующую книгу уже делает. Эту так никто не покупает. А он делает в следующую книгу. Он такой же фанатик, как я. Из моих материалов. Он редактор. Вот присылает фотографии. Ну, неужели этим, кто найдется, человек с погонами, тяжеловес, который скажет, побойтесь Бога, да прекратите его учить закапывать на 5-6-7 сантиметров. Своим же коллег. Неужели ни один не знает, или всем похеру. Вот видите, я специально сделал. Посмотрите внимательно. Ну. Что, непонятно, что нельзя закапывать, да? Вот это мне прислал фотографию с просьбой. Не знаю, почему не прислал человек мне просто фото в саду. И вот он спрашивает. Вот так вот, вот такая вот, три почки приема, что с ними делать? Оставлять одну? Ну, в данный момент ничего не надо делать. То есть пусть такие растут. Обычно какая-то становится центральная повыше, другие пониже. Или их можно укоротить слегка, чтобы они стали второстепенными. Можно вообще ничего не делать, пусть растут. Но потом у меня будет отдельная фотография, я не успел. Я покажу. У меня вот прям прививка. Первый год раз, и уже вот так. Но я вынужден буду показать им эти фото и сказать, все-таки это у него хорошо вверх растут. А не вот так вот, как у меня. Еще и длинные такие, знаете, уже шатер. А потом дальше будут расти вообще непонятно что. Да, можно, но, как это, поговорка. Можно, если осторожно. Ну, будем это проходить. А вот тут, как я увидел, вот конкретно, если у него точка копия, ничего не делать. Точка. А вот у него потом он привел, этот товарищ, ну, конец. А, или это Тимур. Ага, во-во-во. Здравствуйте, прошу прощения, что отвлекаю. Могу доверить только вам. Спасибо. Купил у вас черенки, груш, яблони. Привал отрезками по три почки. Почти везде все три пошли мощный рост. Мне не нужно вмешиваться. Пусть так растет. Здесь не нужно. На данный момент. А здесь получилось, что у него врачеб одна прижилась, и вторая прижилась, и тут три, и тут три. Тоже не нужно. Вот как растет, так и растет. Само разберется. Сколько раз я видел, вот так вот растет, а уже на следующий, когда покроется плодами, редко-редко, когда у меня рушатся. Дело в том, что, смотрите, чтобы дерево рухнуло, надо, чтобы оно внутри было гниловато. Ну, вы знаете, я рассказывал, вот я показывал абрикосы, Сергей Полынов, горький, чик, и корням легче выкормить огрызки, то есть остаток, да? И оно внутри совершенно здоровое. А когда вот такой вот двухметровый человек купит на рынке, а корней вот с горьки на этот нос, а потом оно внутри сразу начинает гнить, потому что не хватает у него ресурсов, чтобы полностью всю эту, весь организм выкормить. Оно внутри гниет. И ветки так же гниет и тут, и гниль переходит сюда. Ну, вспоминайте, отрезали, а посередине чернота. И вот тогда они легче рушатся. Тоже будем проходить. А когда смотришь, у меня редко-редко, когда вот обламывалось, ну, бывало, что говорить. Вот. после морозов действительно хрупкими становятся даже у меня. И вот так оно на нас смотришь, первое уже рожать, вот так это гнется. А бывало аж вот так вот. Вот смотрите, здесь крепление такое же остается. Я же говорю, ни в коем случае никаких шрамов, никаких ран на кольцо остается, изгибается. И бывает вот так вот, раз и замнется. Посмотрите. Бывало до земли. А потом плоды упали, оно в таком осталось. Да нахуй, хрен его, это, делать ему изгиб этот, чтоб я как бы на это все заплоднулся. Придет пора, заплодоносит. К тому времени и лучше окрепнет, вот это все зарастет, дерево ставит мощным, и пусть тогда плод носит. Пусть на год-два позже. Чем если вот ветки отогнуть, ой, как хорошо. Подовыдумали о этой дури. Вот. Дерево должно быть детство. Точка. Так. Илюша, чех. Минуточку. Так, сейчас прошу. Читайте пока. Дело в том, что я получил вот это, да? Ну, чтобы я поддержал проект. Вот. Читайте, поддерживайте. Наверное, это хороший человек. Мне почему-то кажется, что этот проект вы должны тоже поддержать. Просто читайте. Разве может быть что-то плохое, если человек выращивает кедровые сосны. Так, прочитали, озаботились. Потом можете копию снять, отправить, ответ, как хотите. И вот, моя совесть чиста. теперь по следам голова клеща. Ну, и тут что получается? Это, наверное, длинное письмо. Не обязательно вам ее читать. Здесь как-то, видите, как бы, наверное, потом еще при разочек можно будет вернуться. Кому это интереснее. Потому что голова клеща мне каждую неделю хоть один присылает фотографии, где голова клеща. Не обязательно мои сорта. Нет, как просто что-то, что-то не в порядке с садом. Там, сами знаете, моих, хорошо есть один процент. Моих, или Сергея. Остальное понятно, откуда, с рынка. А больные деревья, это и есть голова клеща. Смотрим вывод, который сделал Александр Смотритель. Болезни и вредители цепляются только к ослабленным инвалидным деревьям. Вот он все это описал и повторил то, что я повторяю, повторяю, повторяю. 20 лет повторяю. Вот. Ослабление инвалидное, это значит, сами понимаете, ну, значит, это самое. Я еще, знаете, почему здесь вот это написал. Дело в том, что это не отключение. Сейчас пока, нет, вот это голова клеща, это фотографии я просто взял с интернета, потому что у меня нет такого, а чтобы понятие имели. Клещ, и как он залазит под шкурку, в листики, вот, видите, вы уже будете представление иметь, что это такое. Как с ним бороться, лезьте в интернете, я не знаю. Так, потому что я глаза не видел себя в саду. Теперь, что такое нарез комары? Я просто пример привожу, почему. Вот, смотрите, наверное, пока я жил на Рижске, я детство там провел, и 13 лет взрослым, тысячи километров по тайге и увечен был комарами так, что когда я заработал такой иммунитет комарам, комарам, подчеркну, когда я сюда приехал, до сих пор меня комары не трогают, всех трогают, меня нет. Вот это и есть, так сказать, иммунитет. А почему я привел пример с комарами? Уберем шире, это просто пример того, что мы не имеем себя в жару, это не случайно. Так и тут, значит, деревья адаптированы, деревья не искалечены, к ним у них свои комары, вот они, к ним ни головы, плеч не приедут, сколько показывал, все покажу. Вот, еще, я уже подряд понаделал, подряд все, не найдете ничего, ни одного пятышка. И, значит, получается, что деревья максимальный иммунитет ко всякой заразе, как я к комарам, вот, имеют иммунитет, если их не калечить. Спасибо, эссан, смотрите, спасибо за такой вывод. Я очень благодарен. Мне трудно все время одному воевать. Вот. Вот это вот, вот это вот. Еще одна фотография, которая тоже, ну, с этим же галовым клещом. Ладно, идем дальше. Ну, чтобы я ориентировалась, как он выглядит. Вот. Ну, сравнивайте. Вы думаете, у меня одно такое дерево, остальное больнее. Нет, все деревни такие. Вот, тоже груша. Гордостью показывает. Глянцевый цвет. Так, Самарина. Теперь, очень интересный вопрос. Интересует кошечки абрикосы, лишний до посадки. Есть ли среди предлагаемых сорта со сладким ядром? Как делать заказ? Дело в том, я культурное, я культурное никогда ни один не разбил и не съел. Ну, подразумевают, допустим, королевский, серафим, да, сладчайший, там, сахар аж на губах выступает, когда я их ешь кладу. А какое у них ядро сейчас? Я, когда, знаете, как, ну, когда у меня большой урожай, и у меня такие плечи, двумя ручка, и пять-шесть косточек кладу в рот. Вот. Крой этих самых ядрышек. Они невкусные, но они ядовитые. Часто предупреждают, что какие бы ни были хороши плоды, а в ядре может быть семейная кислота. Я перепробовал, у меня же, знаешь, что такое ассорти, да? Это когда со всех деревьев подряд собираю, и косточки вот в одном, вот таком, вот, писать себе там, допустим, в мешок, в ведро, все, со всех деревьев уже косточки, уже сутки, уже. Я оттуда беру, ни разу не отравился, чуть-чуть не привык, как бы сказать, не подсел, потому что я пять-шесть, я знаю, что больше, просто боюсь больше, да и надо ли, это профилактика, мне 70, значит, через пару месяцев, или сколько там осталось, вот. Значит, я боюсь какой-нибудь, и в этом вот здесь не ходит, все равно уже жизнь прожита, но опухоли бы не хотелось, а имея такое изобилие, я вам сейчас сегодня фотографии делал, знаете, какие, ковром лежат, до сих пор, правда, не всходят, под деревьями, там другая причина, почему они всходят, вот, там отдельная тема, технология, вот по дереву они не должны всходить, но это другой вопрос, что 200 ветер собрали, а так же прекратили, потому что откуда нет, и вот когда такое обилие, а я могу и 10-20 съесть, ну это точно так же, как если пить хочется, значит, что в ведроводе должен быть, так же, выпил стакан, и хватит, то есть есть где-то, и вот получается, что, со сладкими не обещаю, так, если вам не просто спросили про сладкое, и не просто, чтобы есть вместо конфет, сладкие, ядрышки, может быть, самое, об этом в интернете очень много написано, что онкология лечит этими, или предупреждает, или лечит, вот все же хочу сказать, да, они сладкие, но, не отравился ни разу, и ел всю зиму, потом перестал, жалко стало, увидел, что вырожай в этом году, вот, катаклизмы дикие, сладенькие, поэтому я решил, на всякий случай, прекратить их есть, вот, каждый, эти, орешек, или как он, каждый, каждый кусочек, это будущее дерево, теоретически, поэтому, я вам, как мог, ответил, не сладкие, но съедобные, так, здравствуйте, вы кусочки плодовых, или Саженцева, после, Рикурска, высылайте, вот, дело в том, что, как мне нужно отвечать на тех, ну, все знают, что высылают, и Сергей Саженцева высылает, откуда взялся этот вопрос, вдох, то есть, получается, человек совершенно свежий, несведущий, правильно, вот, с другой стороны, таких, лахтиковых, миллионы, то есть, они бы заказали, они бы мне сейчас бы все раскупили, вот, я бы сейчас бы уже поехал, буквально в Савадоре, первый раз за 40 лет, вот, потому что, в неделю, сейчас мне делается заказ, на сухие семена, ну, один заказ, тут, на той неделе было два заказа, вот, сижу возле этого холодильника, с костиками, жду, начали, заказы, а вы спрашиваете, высылаю или нет, другое дело, надо ли вам ждать, следующего урожая, я бы не стал, почему, все, сегодня, это самое, фактически, еще там может наберется, два-три десятка, королевские уже закончились, академики, еще раньше, сами понимаете, фаина еще раньше закончилась, а, интересно же, по той же самой, мои администратора, у Катерины, видели, фотография показывал, и фаина, и крупненькие, до середины июня, и фаина, и академик, и королев, все там, все там, вплоть до этих, до Манджурских, поэтому, хорошо, вот таких вот, пластиков, побольше бы, чтобы все-таки, нам, дали, это самое, с отогуляющим, в это нелегкое время, поэтому, отвечаю, да, высылаем, о всех прошу, у вас есть друзья, проченьки, вот, попросите у меня, есть этот самый, свежий, прямо, сейчас, прямо в этом, на сайте, свежий этот, файл, этот, каталог обновленный, ну, как мог, ответил, вот, так, вопрос про муравьев, пропущу, я не знаю, что, вот эти самые, никогда не видел, что муравьи любили, вот эти ростки, люди, садят, у них, сходят, и тут же говорят, муравьи накидываются, может их зря обвиняют, может не зря, это я просто взял фотографию, с этого, с холодильника, ну, то, что мне они не раскупили, да, вот, ну, смотрю я на них, и думаю, ну, не видел ни разу, что именно муравьев, мыши, да, с удовольствием, а многие, говорят, что делать, в одном случае, и в втором случае, сделают, холмы, нормальные холмы, пологие, все по железу, посадят деревья, саженцы начинают расти, и они говорят, холмы буквально превращаются в муравьи, прям целиком, вот, ну, я таких случаев, я не знаю, я пробовал, у меня был единственный случай, да, я их не трогаю муравьев, у меня десяток фотографий, где они растут прямо через муравейники, растут абрикосы, груши, и ничего не умирает, вот, а один раз я просто взял, попробовал, муравейник разворошил, так, изменился, опыта есть опыт, приходится, они взяли свои эти личинки, ушли, куда, не знаю, но больше не подходили, не знаю, как ответить, и муравьев жалко, и вас жалко, и ваша сесть жалко, если и правда жрут, вот, вот, видите, и вот тут, это для чего, для чего, вот этот самый, фотографию сделан на балконе, ой, на этом, на подоконнике, взошли, они не на подоконнике, еще в холодильнике, и, к сожалению, к моему огромному, что делают, по горшкам бросаешь уже по одной, держат в холодильнике, до июня, и все ждут, когда взойдут, да, всходят, но поверьте мне, вот то, что вот здесь зашло, это процентов 10, а 90, они не взойдут, вообще, если взойдут, то на следующий год, и вот эта страшная ошибка, я потом еще, где-то еще ниже, есть фотографии, я вам покажу, не выращивайте на подоконнике, пришла пора, ну, в среднем апреле, да, подобрали время, когда, перед дождями, ой, как они плохо всходят, когда, это, посадишь, неделю, две, три, нет дождей, они вообще могут и не взойти, и поли вашим до лампочки, им надо, это, вода с неба, а не с колодца, вот, и мы прокалывались, я прокалывался, у меня, это, все одинаково, академики взошли, косточки, королевские взошли, ну, одна там, я хожу в группу дурак-дураков, а почему, не было этих дождей, недели три, наверное, жара стояла весь апрель, дикая жара, я уже, как я радовался, когда, когда, пошли хотя бы эти, хотя бы академики, тоже, на старости лет, взял, посадил культурную, первое, стоит позор, то ли позор, что вообще посадил культурную, у меня же был правоверный, только в дикие, только в прививки, или наоборот, стоит позор, что я это не сделал 10 лет назад, и в конце концов, не получил несколько новых сортов, совершенно новых, новые сорта появляются на границе, выживания, идем дальше, Зачем, вам интересно, получил от Троценко, вот такой, ну, ну, зачем, проживаясь, такая возможность сращивать, у нас, я сердце против, Троценко, ну, я откуда сращиваю, зачем природе, такое сращиваю, я в таких случаях, потом начинал, господи, ну, почему, случайно, не случайно, может быть, оно вот так пошло, а потом корень туда, не спошло, то есть, вначале так, потом так, может быть, действительно, два разка прошло, а может быть, это корни, общий корень, ну, что мне делать, может, гепатогенозона, ну, зачем мне, застрелиться, зачем, возможно, сращивать, ну, я такой случай, один на миллион, а может, один на миллиарду, и надо же, вот, как всегда, обязательно, нет бы, одно письмо пришло, нет, обязательно, два, здрасте, Валерий, если при помощи, о блокировке, срастить два ствола, при этом не подрезать, а оставить оба корня в земле, ну, заметьте, он присылает такую, а она вопрос задает, похожий, будет ли у двух деревьев, общее сокодвижение, и вегетативная гибридизация или нет, вегетативная, ну, вы уже поняли, еще одно испортил, вот, будет и вегетативная гибридизация, вот, попробуй, это, Катя, а потом нам расскажешь, обычно, как, можно сделать это, на этих, на бахчевых культурах пробовали, вот, они срастили, вот, подписку получила, но потом, зачем, если, допустим, нам там нужен арбуз, или дынька сладкая, зачем нам тыква, но потом тыква срастили, а выше тыкву отрезали, она уже не нужна, роль сыграла, да, то есть тыква сыграла, допустим, роль дикаря, ну, так, по-нашему, по-садовочески, вот, знаете, не бывает, в таких случаях, ничего невозможно, заразе сказать, будет или не будет, потому что, еще раз говорю, и вегетативная гибридизация, еще и новые сорта, появляются, на границе выживания, вот, я сто раз говорю, это самое, когда, вот, я не знаю, слушает нас, или нет реплик, Александр Алексеевич, вот, главный редактор журналов, известных садоводов, он меня печатал, наверное, в десятке журналов, так, и потом, однажды, значит, очень серьезный ученый, фамилия сейчас, я помню, Хроникамф, или нет, да, по-моему, значит, он взял, и в своей статье, рассказывая, про, это самое, одного из старейших садоводов, президента академии, не просто академии, а академии, академии, ну, еще царская академия, как это называлось, а, императорская академия, председатели, там, президента, да, вот, и вот он рассказывает, про его работу, про его технологию, а он хозяин, Челкирсенской области, и, Крыму, и вот он написал, волшебные фразы, что, сам, вот этот президент, а я фамилию забыл, или наоборот, президент, этот самый генерал, ранний камп, или нет, видите, как все-таки, мое время ушло, но волшебная фраза была так, что, вот этот вот, деятель 19 века, вот, авторитетнейший человек, президент, значит, императорского, садового общества, с железом бы не согласился, я после этого полез искать, где он хозяин, и оказался в Крыму, и вот тогда, ну, не до конца, а у меня же как, присылает мне, это я еще раз говорю, это не болтармя, присылает мне, эти самые, семена, сам, авторитетнейший, наш современник, правда, уже в заженном свете, Чернышов Валерий Петрович, присылал мне семечки, шумковицы, я их порастил, они, посадил, они замерзали год, замерзали два, все по уровню снега, шансов нет, потом смотрю, и зима нелегкая, а все-таки несколько пошло, я тогда давай с ними работать, я их довел до подношений, вот, и, у меня от любого памяти, вот такие вот, а он-то мне, нет, когда он семена-то брал, он брал, а шумковицу никто не прерывает, но если такой случай, один намерет, то есть, корнисовщина, и тем не менее, я на Украине ел, вот такая вот, у нас в дворе была шумковица, огромное дерево, урожаи, какие, ужас, и ешь, и жрешь, жрешь, после наристка, после авитаминоза, и, то, что семена прислал мне, мой друг, Валерий Петрович, он же ученый, вот, настоящий ученый, он морду не воротил от меня, и он, значит, наверняка брал, шумковицы нормальные, не мог он с такой вот, вот, смотрите, мизинец, да, вот такие вкусенькие, а почему у меня такая выросла, вот тогда у меня, когда собрались такие данные, информация, вот, он этот самый, ой, как же, раевский, о, значит, все-таки Раевский, это современный ученый, который написал, что генерал Раевский бы железом не согласился, он же председатель императорского общества садоводов, это не то, что вот, наш этот самый, допустим, главный садовод Хакасии, о котором я уже рассказал, да, вот, который никакой власти не имеет, вот, он бы с железом не согласился, а железом-то сидит и думает, вот, на этой шумковице один, пример, так, вот, у него, хотя он занимался этим, прививки, прививки, он не заметил никаких, вот она пишет, вегетативно, ошибался, вегетативно или нет, да, он ничего этого не заметил, а почему, а потому что, Крыму, напрягаться деревьев не надо, надо какие-то, новые качества дерева, знаете, почему шумковица у меня такая полоса, вот, я же начал-то с 200 сельдцев, а какие из них оказались, которых вовремя, несколько, ну, не несколько, точнее, ровно 10, так вот, эти 10, которые не замерзли, которые я потом пересадил, которые опять продал, опять себе оставил, и, ну, это все рассказывал, и вот получились вот такие семена, ой, эти, плоды, не семена, вот, и тогда постепенно у меня сложилось, до сих пор складывается, но уже почти целиком сложилось это, только на границе выживания, и какие качества просыпаются, я фактически испортил эту шумковицу, вот такая должна была быть, вот такая, это же все-таки от Чернышова, а где он хозяйничал, в Саратове, в Саратове еще пошло, а у меня сумасшедшая селекция, 200 начал, 10 закончил, 5 из 10, 5 заплодоносил, ну, вот, пожалуйста, это примерно как, я не знаю, как это бывает, когда я приехал к своим родителям, очередной раз, в Краснодарскую область, они мне показывали, я говорю, зачем у них двух этих, курочек и петушок, вот такие вот, взрослые, яйца несут, вот такие, вот такие вот, вот такие маленькие, говорят, вот купили, кто-то же такие вывел, приезжают через год, а где кожа, а мы сели, толку от них нет, мы их, мы их, это, зарезали, вот, ну, а чем мое дело кончилось, та, по, ром, вот, не знаю, как, как, я по-другому обещать не умею, еще раз, на границе выживания, можно ждать чудес, вот, а, вот это вот, просто блокировка, это будет, само собой, общее сокодвижение будет, но, и еще добавлю, внимание, я просто взял, и, ну, это я вам рассказывал, как, но я по-другому не умею, смотрите внимательно, теперь официально я отвечал, вопрос непростой, какое-то из двух деревьев будет доминировать, проталкивая свой сок в соседа, влияя на его физиологию, морозописка, и, внимание, как правило, победитель сортик подичей, ну, вот и все, так, теперь смотрите, я второй раз, возвращаемся опять, на свое, вот это вот, опять та же теплица, узнаете, я вам пока, почему, опять пришло письмо, внимание, здравствуйте, подскажите, вы как-то обогреваете теплицу, и вот все время путают, понимаете, что такое теплица, есть зимний сад, так, теплица, она, хоть и называть теплица, но, как правило, 90, там, 90% теплиц не обогревается, и моя не обогревается, наоборот, я сказал, мне всего-то надо, несколько градусов теплее сделать, и ветер поменьше, естественно, так же, хоть фарточки все открыты, два десятка открыты, но все равно, это, тут легкий сквознячок, он и должен быть, через фарточки должны пчелы залетать, так же, вот, помните, эту напрочь закрытую теплицу подогревать, вот, а тут еще и подогревать, если теплицу подогревать, это получается зимний сад, и предназначенный для того, что, и не, некоторая часть, культурных растений, не просто культурных, а, именно, называем их, вечно зелеными, это больше подходит, ну, так, на память есть, и, такие даже есть, ну, кофе вспоминайте там, господи, там несколько десятков, кто же тогда мне присылал, я даже, в этом фильме есть, где я восхищался, сейчас, Коломбет фамилия, Коломбет, вот запомнил, фамилия редко, и вот где-то у меня есть даже, фильм, где я, комментировал фотографии, его зимний сад, чего у него там только не было, вот это да, раз обогревается, это уже не теплица, это зимний сад, и там уже не вот эти вот культуры, посмотрите, у меня здесь, вот там, ждите внимание, это же учеба, смотрите внимательно, вот на самом углу, уголочку справа растет персик, вот он, так, и вот еще один персик, а между ними, ну, так получилось, я взял, сюда, закопал привитый персик, привитый, это все сеянцы, и для них это самое климат, а привитый персик был на абрикос, и он у меня начал плодоносить, зацвел, хоть и маленький, побыстрее дать урожай, но не успел дать урожай, и умер, вот он, так, ну, и причину я говорю, потому что он привит на дикаря, на маджурский, ну, не совсем дикаря, на полукультурный маджурский абрикос, а для него теплица, не то, что отапливаем, а даже не отапливаем, это смерть, это как волка в эту самую, собачью конуру засунуть, да еще утепляем, поняли, да, так, вот это мне прислал Толик Позегун, Толик Позегун, это Украина, привет, земляк, вот, я когда, вот такие случаи сразу вспомнил, вот это горько, я не о политике, нет, что вы, о политике ни слова, в 2002 году на Украине была засуха, она зацепила Украину, страшный засух, вот, осень, середина лета, нет дождей, осень нет дождей, ну, там зима теплая, нет дождей, нет снега, засохли, не замерзли, засохли колодцы, высохли, высохли озера, высохли речки, ручьяки, страшно это, в 2002 году, это было бедствие страшное, урожай, сами понимаете, да, у меня это касалось только как садоводия, знаешь, переписывался, в 2002 год, а я уже в то время начинал разбираться уже в масштабах России, я как паук в центре паутины, со всех сторон информации, начал печататься, вот, и, Владимир Владимирович Путин, видя бедствие страшное на Украине, братский народ, это вот на лево, Торис, что вот от вас письмо пришло, и вот туда шли шалоны, показывали потери, шалоны с хлебом, зерном, это 2002 год, сегодня, сейчас, западную Украину затопило, это моя родина, и опять горько на душе, у людей погибли, ну, само собой, там, на Мика, погиб, на Мика, на Мика, погиб, там, все, что относится к зерновым, на Мика, там показывали, там, крыши домов, торчат, пока погибли огороды, ну, и сады, частично, понятно, вот это горькая правда, только теперь, это нами линия фронта, а я говорил, что я про, а у меня с Толей, нету ли ни фронта, да, Толя, нету ли ни фронта, поэтому, отвечая на его вопрос, ваши семена чувствуют себя, на Украине, неплохо, интересно, зачем кончится, а вообще интересно, много ли заказов с Украины, пишут люди, Толя, хрен вам, вот это, редко-редко, я вспоминаю, да, ну, за сезон, допустим, с осени до весны, не более трех-четырех заказов с Украины на косточки, саженца вообще никак, это понятно, вот, а на косточки почему-то пропускают, вот, семечки, косточки пропускают, ну, там, книги, сыну отправлял на Украину книги, вот, косточки ни разу не задержали, но, очень мало и горько, почему, ваша Украина, вы думаете это, вот, что несколько человек в Беларуси, несколько человек с Украины, те, кто мне заказали, а я же хитрый, я обязательно так, а что же вы там по соседству, там, не покупаете, вас намекают питомники, оказывается, на Украине, да, то ли, разучились, что же вы у меня сегодня заказали, оказывается, на Украине разучились выращивать, вообще, того украинца, который, Херсонская область, помните, который на наших глазах, из прекрасного абрикоса, молодого дерева, сделал, такого урода, все, что мог, отрезал, вот сколько, ему надо было заработать, на мастер-классе, рядом стоят люди, так, помните, тоскливейшим взглядом, а он, время-то идет, ему же надо, ему люди деньги заплатили, и вот эта ветка лишняя, вот эта уже 10 минут, а вот эта лишняя, уже 15 минут, наконец, 23 или 5 минут, наконец, дерева уже нет, нечего, научил, вот, а потом, вся Украина забита, ссаленсом, из Польши, так нет, наболела, так, что дальше, на последние 2 мебинара, я на вашей стороне, насчет школ, у меня 3 школьника, у нас, это самое, просто одинаково, ваше, я вот не глядя говорю, что наверняка, ваша школьная программа, такая же дебильная, как в России, ничего не знают, дети наши, ничего не знают, то, что в жизни пригодится, дебильнейшая программа, вопрос, я вот посадил рассаду, очень близко друг к другу, если так оставить 10 штук, а, я им все еще, Толя, это ваши фотографии, да, она мне тоже навеяла, вот, то, что вы защитили, абрикос, это здорово, как их любят, я не знаю, мышцы пролезут, конечно, а у моего приятеля, он же правда покойный, Чижика, вот, может даже слышали, я не раз о нем отзывался, как это, когда простые садоводы достигают результата, больше, чем тут же наши, расположенные рядом, эти, институт, ГСУ, еще один, этот самый, представляете, три мощные усердения, а тут у простого мужика, и вот я ему подарил, этот, шелковицу, ну, эту, как она, укорененную, то есть уже последний этап, я уже раздобыл шелковицу, уже не семечки, а здесь нашел полузамерзший уже, научился поращивать с помощью укоренения, и подарил ему, она вот, это, и когда ей было полметра, на второй год, она заплодоносила, раньше моих, вот, а он взял их, эти, вот, у вас тут сеточка, а он, такими, ну, проволокой, в два раза толще, но густо, чтобы эти, не пробрались эти самые, жаловался на курить, фактически, так же, как у вас сеточка, только потолще, и вот этих поперечных нет, и что вы думаете, замерзла, а у него вообще такое место уникальное, где 40 градусов не было никогда, вот, и получилось так, что замерзла, ну, вы догадываетесь, я же упрямо проверил, корни замерзли, вот эти вот множество вертикальных проволочек, которые защитили от, как сказать, от кур, не спасли от мороза, наоборот, заморозили корни, вот, по этим проволочкам мороз туда попал, под землю, фух, вот это она верила, спасибо за ходу, у меня вообще по жизни чилищего не бывает, вот так, ни одного письма не нужно, не бывает, так, спасибо за то, что вы меня благодарите, так, теперь, ой, сколько-то времени-то, 20 минут осталось, а я опять посередине приблизился, так, знаете, а нет, скоро уже большой перерыв, затерпите, так, вопрос, я вот рассадил, посадил рассаду оси близко друг к другу, если так оставить 10 штук, 10 рядом, не пересадили, что-то хорошее выйдет, ну, в общем, получается, это, по-моему, не Павел, Павел, он как, он отправляет мои статьи в эти журналы, а там, так же, как сайты есть, там есть вопрос-ответ, то есть, тут же реакция, а он мне эти вопросы пересылает, вот, но, может быть, и это его личная фотография, может быть, ничего не спорят, и вот они 10 сеянцев, а теперь подумаем, если оставить их на месте, может, это его личная, может, фотографий тут прислал, а он только этот, как постарел, вот, и нужен мой ответ, а вот не хочется пересадить, до сих пор мне задавали вопрос, а не взяли семечек 4-5 посадить в одну лунку, а они вот тут у меня все взойдут, 3 или 4 или 5, а я их не хочу трогать, пускай растет с одной лунки несколько деревьев. Ну, давай прикинем так, если лунка одна, они мешают друг другу будут, но даже идеально, если корни не мешают, или вот как здесь на фотографии, допустим, и все растут вверх, но у каждого дерева есть свой запас, который может захватить свою территорию, здесь 10 деревьев, все пошли в рост, но площадь под этим самым, под корнями, и площадь под кроной, будет не намного больше, чем если бы один рост, но не мешает, но ему никто не мешает, то есть мой ответ отрицательный, но это еще не все, я вспоминаю эту историю, как эти самые, якобы это правда, она по делу, вот эта история, якобы так, да, действительно, где-то достают крысы, ну, пусть идет о крысах, но это тоже биология, правильно? вот она и людей может касаться, вот, значит, собирает там, наловит кучу этих крыс, в одно помещение, кушать нечего, они начинают жрать друг друга, они их едят друг друга, друг друга, друг друга, и наконец, остается один, самый сильный, самый мощный, и который уже научился жрать, то есть уже ничего не знает, кроме как жрать свои же сорочники, крыс, потом его из этого самого, как бы назвать, серпентария, ну, это, ну, это так обранно, выпуск, выпускается, допустим, с этого гаюшника, и подправляет, ну, это трюме корабля, ну, все где, и этот крысиный волк, называет его, уже крысиный волк, то есть, самый мощный, жрет теперь только крыс, и очищает от крысы тот же тыл, вот, теперь давайте посмотрим, хоть эта тема довольно грустная, как крысы жены друг друга, да, вот, вот они 10 штук, проходит время, мне же надо как-то вам ответить, скажешь, я отвечу, рассаживаю, они начнут мешать друг другу, ни одинаково не получится, какой пойдет в рост, больше, он задает других, если бы кто сейчас видел, сколько у меня появилась недавно плеть, мы наконец расчистили, я вам покажу эти плени, но невозможно, абрикос растет мощнее яблони, 10 лет не мешали друг другу, из абрикоса брал черенки из яблони, вот рядом растут, а между ними 2-3 метра, это бывший питомник, я же рассказываю, питомник, это будущий маточный сад, 10 лет беру черенки, 10 лет беру семечки, костики, наконец смотрю, яблони и дохнуть начинает, все, абрикос и по высоте обогнал, полтора раза, и в ширину, уже и накрыл его от солнца, ну, все, думаю, ну, время прошло, он уже окупил себя стократно, та же яблонка, я его пиливаю, в одном случае, в другом случае абрикос один другой обогнал, он, как крыси, это, получился абрикосовый волк, и теперь с той стороны пришлось абрикосы отпилить, а с той стороны сливу отпилить, ну, вот так, но они уже успели себя оправдать многократно, если сейчас походить по Сергею Питомнику, который, а я вам покажу фотографию, это ужас, ему еще раньше придется пилить, так, поняли, да, рассаживайте, если это ваше, Павел Николаевич, то ваше, не умею я коротко, ну, вот вместо того, чтобы рассказывать про крыси на волк, я должен был сказать, рассаживайте, ну, а как объяснить-то надо, что они другого жрать будут, если не рассадить, даже деревья жрать будут друг другу, ну, Глушкин, мы с вами уже разговаривали, Владислав Валентинович, на прошлом вебинаре, прилагаю фото с сайта питомник Садоград, из статьи Крабаренко, похоже, все переходят на посадку на холмах, да, я поздравляю Крабаренко, когда-то нас садила в ямы, обожглась, в мое ревниание, или сама догадалась, все-таки человек авторитетный, вот, Малтова, она считается садоводным, абрикосоводным номер один в России, вот, поэтому, удачи, неудачи, но она прошла, почему я говорю, хорошо бы, ее бы куда-нибудь там, вместо, чтобы Тимиряйзику закрывать, и землю продавать, этим олигархам, все-таки, жирная земля, Тимиряйзике, надо вот таких, как Крабаренко назначать, ректорами, проекторами по науке, и вот, и учитывая еще, наш потенциал, я не один сейчас, у нас уже два, несколько десятков таких, вспомните, Ботенкова, вспомните, лечейка, или пошел, и поехала, вот, еще много-много кого, и, получается, что, вот это, что я хочу показать, но, к сожалению, я должен был, как, я уже критиковал, обрезку этих же деревьев, ненужная, вынужденная обрезка, которая мешает, развитию, уважаемая, это, Лариса Александровна, понимаете, о чем речь, я, но это мы уже проходили, я показывал свою фирму, теперь, вы мне вот это прислали, я не буду, специально не буду, это все комментировать, потому что, тут есть, и успехи, тут есть неудачи, и горькие неудачи, да, видите, это вы мне прислали, а я вам, друзья, есть же среди вас такие, которые хотят знать, а что же там в Подмосковье, вот, а из 28 тиргизских деревьев, ездило же в Тиргизию, да, осталось 3, понимаете, ну и так далее, а где-то лучше, сейчас, так, ой, куда я влез, сейчас, 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 а каким-то образом, я оказался внизу, в общем, получается так, и удачи, и удачи, неудачи, вы просто, как, меня смотрят сейчас несколько десятков человек, я не вижу здесь сколько, потом увижу, вот, но это элита, и вы, и правильно, что он взял, и прислал вот это вот, результаты, я этот доклад читал давно, я после этого и обратился, через этого самого, через Антона Валерьевича, Сафронова-Крамаренко, ну надо же как-то решить вопрос, что нельзя закапывать кости, вот так мы и познакомились, хотя оказалось, она у него уже знала, и до этого, вот, а вот это вот, почему, потому что, когда вы с этим ознакомитесь, это вам, еще раз говорю, вы элита, а кто это будущая элита, вы это должны знать, обязаны знать, для этого мы с вами, и общаемся, вот, видите, видите, в Махаре полностью погибли, и деревья персиков, и гектарина, в возрасте 3-8 лет, и однолетние сеянцы, вы представляете, что это сеянцы, а как может погибнуть, однолетние сеянцы, сгниться, и он глубоко закопан, это к примеру, а где-то они сгнили, вот, а причина, а вот именно, читайте, изучайте, в экспиритальном саду Махаре, видели, вон там, вверху, освободилось много посадящих мест, работа по отбору, болезни, настройки, корма абрикоса, будет продолжена, с более интенсивным приучением, абрикоса, Манчжурского, ну, сказала бы, Малариса Андреевна, железом, спасибо, кажется, допелка, вот, ну, конечно, для нее, это, как сказать, ну, что, спасибо, от нее не дойдешься, вот, и уж, как это, это, просто, знаете, попросите соседку, чтобы железа, вот, еще косточки, выписала, с этим, как, Манчжурсов, с этими, со скидкой, и пусть там будет, там, какая-нибудь, не Лариса Андреевна, какая-нибудь, Марья Петровна, я ее знать не буду, а у вас дела пойдут, а я, значит, жизнь не зря прожил, я-то себе зарабатываю, вместо в районе, а так, я там, хочу, в райском саду поработать, у меня опыт есть, может, возьмут, Олег Никипелов, посылаю фото, проросших костей каприкоса, и уже подросших, небольшое дерево, всего, три, глубоко не заглублял, чуть вдавил землю, две кости съели муравьи, ну что ты, а может, не муравья, и так жалко, что я так, до муравей заступаюсь, они были проклюжившие муравьи, в открытую сеть заползали, и ели, ну, все-то витамины, сейчас скажу, еще две не знаю, кто съел, остались только скорлупки, все остальные, посаженные, так же, не глубоко, пока не прошли, ни абрикосы, ни орехи, внимание, друзья, гражданин Никипевов, вы ко мне обратились, извините за горькую правду, а, нет, это совсем другое, это где, на подоконнике ждал, просил, не, 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 вы молодец, вы не гражданин, вы товарищ, Никипевов, я старый большевик, вы для меня товарищ, вот, смотрите, Олег, это ваша фотография, но это сказка, вот такие фотографии, это должны быть, это самое, Наталья Андреевна, вот, какие должны быть, вот, а вы 5-6 сантиметров, вот, в одних случаях, путь будет на поверхности, типа, согласны, а в каких-то случаях, оставляем 5-6 сантиметров, я даже не говорю, в каких, а то вдруг, поверите ей, вот так вот, вот она, красота, ой, красота, ну, ну, что еще надо-то, чтобы, а Байкос-то, рост-то, в Подмосковье, везде, вы представляете, Наталья Андреевна, сколько у вас было бы, вы бы уже бы, вся была бы уже, уже бы, вся обвешена бы, все награды бы России, вы же не фермер, как я, со сгоревшим садом, здорово, ну, 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 что еще надо-то, это же, уже, уже и не надо, вот еще один, знаете, что, друзья, вы видите, как получается, они, не подходишь, ну, я сто раз угадал, почему косточки, коробки отваливаются, ведь большинство, кто присылает, коробка 50 сантиметров, и мне иногда кажется, что это результат взрыва, то есть, она не просто взяла лоб, ну, и оттуда высунулся косточек, а ее прям в сторону отбрасывают, кто бы вот этот момент, бы умудрился, с заметной съемкой сделать, и это чудо, как оно и должно быть, что косточки на поверхности, или закопано символически, вот закопано символически, а все равно смотрите, видели, вот, а вот это, вот семя доли, они должны быть над землей, друзья, над землей, это самая ценная часть, здесь был зародыш, вот он, зародыша пошла, а это запас влаги, и запас питательных веществ, на первое время, идет засуха, дождя, неделя, две, три, а она растет, за счет вот этого, только еще раз говорю, не суйте ее под землю, умоляю вас, посмотрите, красота, ну, Олег, ну, это все пойдет, если когда-то, вот, мне надо что, вот, это, такой случай, я знаю, был один, когда человек говорит, мы ваше наследие выкупаем, и человек это все продал, только я не имею право, фамилию называть, да я буду, если будет человек сказал, я этот самый, ты самый, член-кореспондент, академия наук, ну, я скажу, ну, там, гони монету и забираю у меня весь этот, архив, и напишешь 10 книг, и это самое, и сделаются учебники, всех надо сейчас задействовать, а, так, сколько времени, ну, еще пару минут, Валерий Константинович, зашло 60 абрикосов, ее, 8 из них погибли, без видимых причин, ну, 52, я вам скажу, это успех, это грандиозно, но мы-то, но мы все равно, причину знаем, повлияли дожди, после измерительной жары, или резкий перепад температуры, оставшиеся, растут без проблем, с Кугорева, Кемерово, так, ну, и вот, пожалуйста, смотрите, я тоже смотрю, как дурак, думаю, ну, вот, почему он погиб, если тут по ошибке, закопано глубоко, на холме, наоборот, всегда сухо, слишком, слишком сухо, вот, от избыточной влаги, даже, когда бывает, даже на 5 сантиметров, пока Крамаренко учит, закопать, да, даже 5, вот, на холмах, обычно, они сразу не дивлят, это вопрос уже в следующих лет, когда постепенно, начинает, это самое, гнить, 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 основание штамбы, которое под землей, оказывается, тогда второй вариант, вообще без воды осталось, вы знаете, когда я вот такие поливал, да, холм крутоват, помните, я говорю, пологий, 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 ну, пусть это гряда, но пологая, 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 сильно мелкая, пологу тоже, как бы, нельзя, потому что, вдруг у вас там, у Кемерово, это же глубокий снег, правильно, вот, но тогда нужно шире, 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 чтобы умудриться, и, допустим, до высоты 30-40, сантиметров поднять, и все-таки, тогда получается, шире, еще шире намета, и тогда, может быть, он бы не засох, а вдруг, это результат засухи, или, из 68 из них, на определенном этапе, погибли, значит, это судьба, а никто не говорит, что они, все имеют полноценную, вот тот самый, зародыш, и боль, в ядре, никто этого не говорит, и я, когда 60 зашло, никогда не скажу, что у меня 60 зашло, и никогда не скажу, что должно быть 60, вот, так что, будем думать, что, возможно, засуха, возможно, сам, сам по себе, вот этот абрикос, был неполноценный, скажем так, так, а это, что тут делают, а, мы же это проходили, я забыл, отсюда стереть, вот, ну, что, мы же это уже проходили, да, а, ну, да, это просто, я не успел стереть, перенес выше, боялся, не успею показать, вот, а вот это, я вам не показывал, то же самое, обратите внимание, типа тут еще увидите, а, вот, вот смотрите, смотрите, вот это вот, слева с арте, видите, у нее всегда есть четкая граница, вот это вот штамп, а вот это вот, колень, всегда, никогда, вот, тот, кто, а ведь это серьезные люди, они же пишут, что, это самое, корневая шейка, это еще, примерно называют, где она может быть, там, переход в свет, другой, чуть-чуть, вот, но еще умудряются, сказать, что она плавающая, она образуется сама, глупость, ребята, всегда, это, это генетическое место, вот это вот, всегда семечко падает на землю, а не, если только случайно, лось, или кто-то вдавил ее, в грязь, это может быть, может быть, и то, помните, я вам показывал, там, дерево растет, а все в опятах, это уже значит, а дерево дикое, оно еще молодое, ему лет пять, я вам покажу подряд, и все в опятах, вот где-то кто-то вдавил его семечко, оно вылезло из-под земли, казалось бы, что в опятах, почему они, это, жрут эту самую, мертвичину на уровне земля, воздух, да потому, что она, это, может быть, действительно, кто-то там проходил, вдавил, но это понятно, вот это место, генетическое, оно не может быть выше, ниже, все, что вы читаете, это глупость, просто, несусветное невежество, и естественно, что когда, если садить, то его, да, но это уже поздно, это я недавно, ну, холодильник уже выбрасывал, практически, но остатки не распроданы, вот, но она, вся вот это вот, все, это полностью было, в земле, она выбросила побег, и вот это ползало под землей, то есть, вот это ползло наружу, вот это ползло, вот видите, наружу, 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 и, ну, не успела, но вот эта часть, оставшаяся под землей, это причина, миллиардов, это я железу говорю, не миллионов, нет, миллионов это много, много, миллиардов, случаев и в природе, и в садах, потому что глупость несусветная. Садить по прививку, садить на обумку, где-то корневая шейка, когда она, корни оторчат, это еще полбиты. Там идет перестройка, и вот эта верхняя часть кореи, которая вылазит, у нее такие фотографии, они вынуждены превращаться в штамп. Покрывается там, ну то есть перестройка идет, терпимо, но в северных районах, извините, а вот этот кусочек, который висит в воздухе, выше корневой шейки, то есть корневая шейка повисла в воздухе, вот эта часть, если она выше, то есть вот эта вот часть, она не обладает необходимой морознойкостью. Все знаем, корни слабые морознойкость, корни сильные, корни слабые, а мы когда начинаем, а давайте повыше, сделаем корневую шейку выше. Ой, извиняюсь, что-то я увлекся опять. Ребята, мое время истекло, а что там у нас впереди? Последнее, ну, каждую весну я говорю, прекращайте выращивать на подоконнике, потом выбросьте. Ну, что вам надо? Ну, прекрасно все. Ну, почему на теплом подоконнике? Дождались, какие-то взошли, какие-то не взошли. Все подряд высаживайте, когда это, солнышко подвело, точка. Фух, ну, видите, но это все потом погибнет. И я-то каждую весну, я умоляю, долбил, все. Ребята, тут столько интересного, тут столько интересного. Так, все, больше не буду. Антон Валерьевич, наше время истекло. Так. Субтитры сделал DimaTorzok